Приветствую вас, мои дорогие любители, а здесь с вами снова я, Милена, и сегодня мы будем говорить о том, насколько же я и, возможно, кто-то из вас весьма вымирающий вид. Да, это будет небольшая такая ютубодара для тех, кто явно пропустил всю мою серию ютубодар, но если вдруг вам будет прям совсем интересно, я уже там, может быть, потом на детальки разобью и вам все расскажу. Да, так что приготовьте свои печеньки, чаек, кофеек, какову, ну или что-то там еще такое охладительное, мороженку, пироженку, неважно, готовьтесь, будет весьма длинная беседа, и мы постараемся разобрать, ну, как минимум половину, более-менее, да, хотим нам простым язычком о том, что, где, чего и когда. Ну что, готовы? Тогда поехали! Как вы понимаете, да, я пришла домой, потому что это просто нереальные какие-то миссы-монди, у меня тут сайлент-хилл за окном, поэтому у меня просто перекрыло горло, у меня сел голос, и когда я разговаривала на камеру, я просто сыпела, я думала, что нет, надо собраться, прийти домой и это все рассказать уже, естественно, дома. Начнем с самого простого, это блогинг, как вы понимаете, есть видеоблогинг, есть, соответственно, фотоблогинг, и вот где-то посередине уже мега супер вымирающий, но в то же время все еще живущий блогинг-блогинг, когда люди пишут, фотографируют. Среди всего этого быстрее всего развиться, понятное дело, в видеоблогинге и в фотоблогинге, ну да, я про инстаграмчик-то и говорю. Остальные, как бы, платформы с этим недоблогингом и блогингом, они, конечно, где-то в конце, но они все еще живы, они все еще живут, и когда именно платформа сдохнет, или вообще сдохнет ли она, никто не знает. Понятное дело, что вся толпа дружно валит именно на ютубчик и на инстаграмчик, невзирая на то, что и на твиттере можно что-то делать, и, в общем-то, на фейсбуке есть определенные функции, да и вообще у нас такая стримная страна, страны и вообще, что теперь стримить можно везде, всюду и на любой платформе, но нет, конечно же, самые распространенные и там, где, в принципе, можно хоть как-то подняться, если вдруг вам это интересно, это, понятное дело, ютуб и инстаграм, за другие я пока что говорить не буду, хотя, понятное дело, что для начинающего, кто бы вам что ни говорил, что надо сосредоточиться только на одной соцсети, ля-ля-ля, поверьте мне, на одной соцсети вы далеко не укатитесь на своих, 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 потому что вы какого коня, конечно, впридете из-за простота, но на своих вы далеко не уедете, вам нужно будет все равно параллельно развивать и другие соцсети, потому что определенная публика сидит в фейсбуке, кто-то сидит в ВК, кто-то сидит в твиттере, кто-то сидит на тамблере вообще, товарищ, о божечки, тамблер, кто-то, естественно, тусуется чисто в инстаграме, а я уж молчу про обыкновенный блогинг, а что тогда говорить про всякие стрим-платформы типа твича, миксера и другой хереси. Да, в общем, разбегаются глаза, где что начать, это не мне вам советовать, пока что поговорим за ютуб и за инстаграм, начнем с самого простого инстаграм, потому что, ну, это проще всего начать и проще всего, в принципе, сделать, потому что хватит и вашего телефона, останется только прикупить парочку-треечку красивых пресетов, научиться фотографировать и, в общем-то, писать. Ну, только вот давайте без шаблонов, потому что это просто страсти мордасти. Тут одна, наверное, на другой школе растут, прям как грибы размножаются еще при этом, как кролики, и получается, что вас учат всех по одной и той же системе. И сколько бы я не видела новеньких, абсолютно свеженьких блогеров, офигенная картинка, но внизу написано все просто как будто по одной и той же шаблонной системе, просто по физике становится неинтересно. То есть, да, картинка красивая, в какой-то степени немножко разная, а иногда ты и вообще запутаешься в этих красавицах на фотох и поймешь только через какое-то время, что на самом деле это не один и тот же блогер, это разные девочки, потому что у одной, оказывается, там размеры другие, а у еще одной, там, оказывается, еще и волос чуть темнее. И ты вот начинаешь догадываться, потому что, ну реально, ну ребята, просто один в один, да, конечно, классно, что вы снимаете потрясающие фотографии, вы обрабатываете их, и это все снято на телефон, что самое интересное, редко кто, естественно, переседает на какие-нибудь фото приспособления, потому что, ну блин, будем честно говорить, сегодняшние камеры позволяют даже 4К снимать, что уж тут про фотографии-то говорить. И получается, что вы такие все классные, давайте-ка я начну, давайте-ка я попробую, и каждая вторая, если не третья, естественно, пытается что-то сделать. И получается у нас таких крупных блогеров под 500, а то и 1000 подписчиков, аж по 10 на деревне, и они все гордо называют стоимость рекламы у себя в замечательной стори от 500 рублей до 1000. И ты сидишь и офигеваешь на это чудо, потому что они уже с этих малых размеров себе ставят таксу, потому что так в школе научили, что вы должны себе стоимость ставить, и будем честно говорить, сейчас средняя такса у блогеров в инстаграме от 10 тысяч до 50, да, это где-то от 1200 рублей, при том все, что в вашу сториз даже, возможно, уберут раньше, чем за 24 часа. У кого-то вообще стоит такая фишка, что из разряда через 2 часа я вас уберу, у кого-то стоит еще одна фишка, что типа 2000 просмотров будут, типа я вас уберу, и так далее, и так далее. То есть заплатить 1200 за то, что это просто исчезнет, да там тебе еще и дадут лимит в 2 плашки, при том, что по-хорошему надо делать, ну как минимум 4-5, а то и 6, потому что, ну как бы по-хорошему вы должны представить человека, вы должны создать атмосферу для того, чтобы это пришло, а потом уже 2 плашки, которые человек заготовил, да, вот эти мозаики какие-нибудь. А нет, понимаете, там иногда бывает так, что только твои 2 плашки вставят, и что-нибудь скажут, типа ой, ребята, идите туда, там клево, и все. И вы думаете, вот эти 2000 с чем-то там просмотров вам сделают по году из них? Дай боже, 2 человека кликнет. И вот вам надо будет расстаться со многим раз по 1200 минимум, чтобы вот это все сделать. И как бы я считала, что боже мой, у меня всего 5000, потом боже мой, у меня всего 10 тысяч, как я могу такие стоимости попросить, как я могу такие вещи делать? А люди делают, и на 7 тысячах подписаты делают. Тут надо понимать наглость своего, как бы влияния, вообще своих возможностей и так далее. Но я как бы себе другую планку поставила, что вы должны быть со мной как бы на одной волне. То есть это либо у нас схожие моя Азия тематики, либо вы гик, как и я. Соответственно, я смогу с удовольствием с вами там, да, обменяться. И как вы заметили, у меня в сторисах как бы появлялись люди, которые явно с этим связаны. Либо они из другой страны Азии, либо они тоже гики. А иногда это вообще были реально мои друзья, и это все было вообще на самом деле без денег. Это было типа в ВП, когда взаимный пиар, когда ты обращаешься к другому человеку за взаимным пиаром. Потому что в Инстаграме это именно так называется. Вы можете сделать сторис, вы можете сделать пост. Но в большинстве случаев такие посты многие после удаляют. Останавливается, что только ты, дебил, последний, кто из своей сторис-лентой вот этой основной, да, ничего не удаляет, потому что, ну как бы, вы же вместе пост написали. А некоторые подчищают потом очень умно, очень грамотно. А то и бывают другие, более крупные варианты из разряда ваша, например, реклама будет у нас в ленте, ну где-то часа 2-3-4. Ну, мало кто берет на 3-4 дня, а то и на неделю. Потом это все удаляется, чтобы типа была чистая лента, которая связана только с их, соответственно, контентом. С одной стороны, это правильно. А с другой стороны, это абсолютно неправильно. И как бы, ну как мне кажется, некорректно. Одно дело, когда действительно какую-то рекламу стоит удалить, и когда вы вроде с этим человеком дружите, вы сделали своего рода коллаборейшн, тут это взаимный пиар, по одной тематике, а вы потом берете все это, подчищаете. У меня такой опыт был, когда я вроде бы делала коллаборейшн с другими людьми. У меня-то эти люди остались, и в ленте как бы они, если там кликнуть, пыкнуть, тыкнуть, они у меня отображаются. Они меня зачистили. И это было очень неприятно, поэтому готовьтесь, не все будут бесплатно вас пиарить, не все будут бесплатно с вами работать, потому что невыгодно, а даже когда вы хотите заплатить денюжку, то даже друзья начнут заводить такие расценочки, что мама дорогая, потому что ну ничего не бывает в этом мире бесплатно, только сыр в мышеловке. Так что готовьтесь, дорогие мои новоявленные, только что родившиеся блогеры инстаграммчика. Если у вас кривые руки, вы не умеете фотографировать, а вы еще, как и я, кхались из-за маски на всех языках, даже и на своем рядом, то это будет очень тяжело поднять вот это все своими руками, если у вас нет какой-то еще дополнительно, в общем-то, сеточки. И получается, что вы вроде как непонятно, зачем это делаете, а все понятно. Да, на инстаграме вы не можете зарабатывать от самого инстаграма, но вы можете зарабатывать от спонсоров, и чтобы его найти, у вас должны быть охваты, чтобы у вас были лайки, чтобы у вас были живые комментарии. Но, дорогие мои, если вы до сих пор не знаете, я раскрою вам и эту тайну. Сейчас все покупается. Алгоритмы до такой степени стали умными, что вы никогда даже не догадаетесь, что этот алгоритм вам сидел, отвечал, комментировал и лайкал. И как бы даже многие менеджеры, которые, в принципе, занимаются поиском таких замечательных блогеров, где вот, типа, живая аудитория, которая не куплена или не сделана, типа, из разряда фалу-фа-фау, когда там сидят, люди вас фаловят, и вы там потом их тоже в ответ фаловите. Не-е-е-е. Менеджеры реально ищут каких-то живых, набранных, скажем так, с потом и слезями людей, соответственно, где именно живая аудитория, на которую, естественно, не жалко потратить один, другой, а то и там третий вариант. Да, расценочки, когда вы вырастите, у вас будет все живое, очень высокие, но тут, опять же, смотреть надо весь толерантности по отношению к другим, потому что многие очень крупные блогеры портят некоторым, явно уже, немножко заявревшимся, блогерам всю таксу. И они такие сидят, шебечут такие на старого этого блогера, такие, а как ты смеешь нам таксу портить? Вот там... Так люди, конечно, деньги зарабатывают, но я как-то вообще, в принципе, воспринимала большую часть своих платформ, все-таки как, ну, как бы я там просто пишу, я позитивчиком делюсь, и как бы, да, буду рада, если вдруг какой-то классный спонсор, который мне нравится, появится, я его, соответственно, вам порекомендую, потому что он и мне понравился. Я не хочу рекомендовать что-то, что мне не понравилось вам, как, типа, впихивать просто, давайте, покупайте, е-о-о-о, я, естественно, люблю делиться тем, что мне нравится, но даже такое найти очень тяжело, а то иногда смотрят уже, знаете, офигеть как, по идее ты уже должен получать пенечку за это, а тебе за это пенечку не платят, потому что, типа, вот, ну, как бы, а у вас охваты не те, а у вас просмотры не те, представлять, но понимаете, большая часть, которые уже денежки на этом делают, они это все накручивают, поэтому, дорогие, спонсоры ведутся. И вот тут надо быть аккуратными, с одной стороны, надо быть открытыми для ВП, но эти ВП, то бишь, взаимный пиар, взаимные какие-то подписки и так далее, они должны работать правильно, то есть вы должны обращаться к тому человеку, с кем вы на одной волне, с кем у вас есть действительно чем поменяться, и не только вы можете дать этому человеку, но этот человек может дать вам, когда вы с ВП, взаимным пиаром, типа, бесплатненько обращаетесь к тому, кто на голову у вас выше, у кого просмотры больше, у кого лайков больше, у кого даже охваты больше, не удивляйтесь, что вам отказали, или попросили дополнительно какую-то, ну, просто минимальную сумму сверху, я иногда так делала, когда ко мне обращались люди с пятью тысячами, и я говорила, говорю, да не вопрос, давай сделаем ВП, доплати мне хотя бы 10 долларов, ребята, 10 долларов зажали, потому что, а мы же с тобой, типа, ВП делаем, почему я должна заплачивать сверху, это как, да потому что, извините меня, у тебя там 5 тысяч, а у меня 15, у тебя там, дай боже, 300, извините меня, лайков, а у меня в среднем там 1500 лайков, я говорю, почувствуйте разницу, я говорю, я и к тебе хочу попасть, потому что и мне выгодно, но тебя как бы до меня, даже при условии того, что ты мне делаешь рекламу, как-то невыгодно, соответственно, ну купи ты мне кофе за 10 долларов, да, с пирожком, нет, понимаете, многие, естественно, сами начинают в инстаграме самому раскрутиться, в принципе, гораздо проще, легче, чтобы потом уже появилась такая команда, которая там такая, мы сейчас тебе поможем, раскрутим, они уже будут вместо вас думать, что да как, они там будут фотографировать, на фотосессии отправлять и так далее, но если вы не бум-бум, ни в чем этом, и вы даже не знаете, с какой стороны, к своему даже телефончику подойти, вам в интернет, на ютуб искать, смотреть, прежде чем начинать, потому что каждый второй думает, что если он снял цветочек, он уже блогер, нет, родные мои, цветочек нужно снять очень, как бы, глубоко, интересно, прежде чем это сделать, вы должны определиться, что вы хотите, мама блогинг, кухня, хендмейт, вы хотите лайфстайл блог, тревеллинг блог, не знаю, мейкап файтинг блог, и так далее, вы должны понять, в какую сторону вы хотите пойти, комедия, трагедия, какие-то экшены, эффекты, может вы гековы будете все это показывать, понимаете, когда вы не определились сами, что вы хотите, но вы уже такие, а, я сейчас начну, мне сейчас будет офигенно красивая лента, и вы затираете всю свою историю, и потом там такая вся красота, красота, и вы такие, я такой классный, и потом, понимаете, вот таких, как вы, становятся просто миллионы, и народу просто неинтересно это читать, а то и смотреть. Мы переходим к самому страшному варианту, это Ютуб, когда люди вместе с Ютубом развились до такой степени, что требуют с вас уже не только качественную картинку, но и качественный звук, а вроде бы только 3 года назад хватало того, что ты снимаешь на свой старенький, добренький айфон пятый, и все это было замечательно, дашь, когда у тебя камера ходуном ходила, дашь, когда ветер тебе в микрофон задувал, и все было зашибись, ты же улицы показывал, ты же жизнью делился, а теперь и это все плохо. Если раньше было реально просто начать имея только телефон, теперь надо еще и вот здесь что-то иметь, и сценарий писать, и вообще быть надо вау, и ты еще должен быть вау, какой вау, потому что таких, как ты на Ютубе, гораздо больше, чем в Инстаграме. И вот тут вопрос-то какой, что делать? А все то же самое, существуют коллабы, существуют, естественно, взаимные какие-то такие вещи, когда тебя могут упомянуть. Я уж молчу про то, что вы можете рекламировать себя в каких-то группах, в том же самом Инстаграме и так далее, но опять же, на каких-то либо взаимно выгодных условиях, либо, естественно, за деньги. Но в Ютубе таксочка будет повыше, чем в Инстаграме. Потому что, а, когда вы достигаете определенного момента, и, кстати, вы пропустили, ну, все, мою Ютуба дару, Ютуб начинает вроде как вам копеечки платить, то есть, типа, вы уже будете получать за то, что вы делаете, какие-то копеечки. Кошмар кошмарный, потому что большая часть того, что было когда-то на телевидении или какая-нибудь такая богатая, знаменитая личность, решает друг, а я тоже могу свое ток-шоу вести. Прето все, что, будем честно говорить, люди, которые на телевидении, ну, как бы, они учатся этому, да, спикерству, там, все дела, как бы, это профессия. Но каждый третий считает, как бы, что у меня есть деньги, я могу это себе позволить. Они все это позволяют. Снимать на, извините, пару дней себе за пару лямов студий, чтобы отснять парочку-троечку, соответственно, эпизодиков, которые им не только эти пару лямов вернут, да еще и сверху нахер нащит. Поэтому там и всей команде заплатят, и как бы еще при этом дополнительно замечательным гостям. А то и сами гости иногда платят за то, чтобы там появиться. Так что люди там очень хорошо работают, и все это дело схвачено. И вот ты такой сидишь, такой, я тоже хочу. Там есть люди, которые уже изначально вкладывают деньги, потому что они знаменитые, богатые, и знаменитые. А вот ты, Бася Печечкин, или Клава Макарышна из деревни, которые вроде, вот у меня есть интернет, вот у меня есть телефон, и у меня столько идей, я сейчас буду со всеми делиться этими идеями. Вот я такой комедиант, сейчас я буду тут стендапы устраивать, так что вы там будете писаться просто в свои, собственно говоря, штанишки, и просто надрывать свои животики. И вот ты такой пытаешься, пыжишься, пыжишься, ничего не получается. Почему? Да потому что вот есть некая каста уже сработавшихся знаменитостей, которые уже как бы тебя блокируют, потому что у них есть команда, которая там по трендам фигачится, у них есть люди, которые пишут сценарии, им остается только просто выйти, что-то сказать на камеру, соответственно, сделать вот это вот, вот это шоу, и просто выдавать идеи. Вот он ты один, все это делаешь. Насколько тебе хватит? Потому что будем честно говорить, что даже сотенники сейчас имеют хотя бы одного, а то и двух людей-помощники. А уж я молчу про миллионников. Это редкий случай, вымирающая как раз вот, скажем так, династия людей, не только не людей вообще, и вообще непонятно каких существ, потому что люди начинали в одиночку, продолжают в одиночку, либо заканчивают в одиночку, и не потому что вымирает сам жанр, меняется зритель. Как бы не только вы, зрители, развиваетесь, даже мы развиваемся, но бывает такой случай, когда как бы вам хватает, так скажем, ламповых вариантов, то есть вам все еще нравится хреновая качество, слава тебе, Господи, трясущиеся камеры, слава тебе, Господи, и хреновый звук, когда ну ничего не слышно, но вы смотрите, потому что вы выросли на Доме 2, и не только, поэтому вы любите смотреть чужие тряпки, и вам уже не интересно на то, что на самом деле в Ютубе столько интересных каналов, что просто мама дорогая, они и действительно развивают вас, то есть это обучающий канал, а не хуже BBC, потому что вы требуете уже этого от Ютуба и от блогеров, то есть это тебе уже не там тысячу раз переведен на английский материал, потому что вы ленитесь, понимаете ли, английский, лечите ли французский, вам всяких мистик, исторических фактов и так далее, от того же Discovery, BBC и других каналов, нет, это уже что-то новое, свое, да, скопированное десять раз с Америки, переведенное, ну как-то переиначенное на наш лад и так далее, но вам даже и это уже по горло, и вы к этому придираетесь, не дай боже, качество плохое, не дай боже, что-то не так, вы уже пальчиком вот так вот грозите, начинаете сидеть, искать и выбирать, что вам надо, потому что вы выросли со всем этим, вам уже не хватает просто так взять, лампово что-то снять, нет, вам иногда и трэш, конечно, подойдет, но иногда вам надо что-то такое вот развивающее, и вы с удовольствием напишите каждому такому, который не договорил чего-то, ну или не досказал, ну или не допоказал, что как ты мог это сделать, надо было вот от и до, и прям по всему алфавиту это все расписать, рассказать, да еще и в картинках показать, ты не имел права этого делать, если ты не специалист, и вот начинается какая-то такая, знаете, красота в вашу сторону, если вы к этому всему готовы, я вас поздравляю, вы готовы к тому, чтобы быть возможно в моем корыте, потому что такие, как мы вымираем, потому что когда вы это делаете в одиночку, быть готовы расщепить себя на тысячу и одну личность, как типа это делаю я, и вот ты сидишь и думаешь, как это так у тебя все получается, а ведь алгоритмы всех сетей требуют выкладывать гораздо чаще и качественнее, то есть минимум три раза в неделю, и ты должен вот это все как бы три раза в неделю выдавать, в одиночку. Готов к этому? Молодец! Ну, либо готовься к тому, что у тебя должно быть как минимум быть 100 тысяч рублей, а то и лимон другой, рублев, чтобы и на школу потратиться, тебе там расскажут, какой ты умный, что ты все можешь, может быть скажут парочку-троечку умных вещей, как это все делать, и еще при этом скажут, куда идти, чтобы свои деньги просаживать, где тебя будут люди снимать, монтировать и так далее, чтобы ты свои замечательные идеи воплощал, и как они любят говорят, делегировал свои обязанности другим. Красиво, забористо, и каждый второй может стать блогером, были только деньги и желания. Слава богу, еще есть зрители, которые ценят тех, кто нот реально вымирает. Ну и вы, дорогие мои, вымирающий вид, как и я, не обижайтесь на тех, кто заплатил, проплатил, или пытается выехать на том, что сейчас типа так трендовать. Все пытались когда-то на тренде выехать, и эти люди тоже не исключение. И я не исключение, я тоже чуть был дел, не слила совсем свой канал. Симпяди во лбу мне так по лбу щелкнули, что я вспомнила, что вообще-то изначально я и была гиком, который вот попал сюда, в Корею. Так что вот такая вот у меня брюзжащая тема про вымирание. Хотите детали, хотите разбор полетов, пишите мне в комментариях, попробую вам потом как-нибудь сделать ютубодарную серию по полочкам на основании 2019 года, из-за которых блогинг стал гораздо более сложной штукой. Поэтому, дорогие мои, подписываемся на мой мультиканал, где есть не только русский, но и корейский, и дай боже, появится еще английский с замечательным японским. Оставляем свои комментарии и ставим пальчики вверх, потому что у меня здесь позитив на позитив. До новых встреч и пока-пока! Ой, господи! Готовьтесь! Это вам точно будет еще та война! 300 спартанцев будет просто мелочь по сравнению с этим. М-м-м-м!